Пищеварение и обмен веществ Здравствуйте! Сегодня тема нашего урока – пищеварение и обмен веществ. Цель урока – рассмотреть способы питания простейших и животных, а также органы пищеварительной системы многоклеточных животных. На предыдущем уроке мы обсуждали газообмен и дыхание. Как вы помните, энергию организмы получают в ходе биохимического дыхания, окисляя органические вещества внутри клетки. Как и откуда в клетку попадают эти органические вещества? Все животные и многие простейшие гидротрофны, то есть являются потребителями готовых органических веществ. Питательные вещества служат источником энергии для отправления всех жизненных функций, а также строительным материалом для роста и развития. Автотрофных простейших мы сегодня не обсуждаем. Питательные вещества животные получают, питаясь живыми растениями или животными, или отмершими остатками различных организмов, или вообще всем подряд. В соответствии с характером потребляемой пищи, животных часто подразделяют на категории типа травоядных, хищных, всеядных, паразитов. Однако деление это весьма условное. В любом случае пища должна пройти некую предварительную обработку, прежде чем будет усвоена. Всегда присутствует химическое воздействие при помощи специальных веществ, ферментов. Как правило, ферменты работают только в присутствии кислот или щелочей. У простейших губок и многих животных, питающихся мелкими пищевыми частицами или мелкими организмами, механического измельчения пищи нет. При питании относительно крупными пищевыми частицами или организмами часто необходимо предварительное измельчение пищи. Процессы измельчения, расщепления и всасывания составляют пищеварение. Здесь я напомню, что энергия выделяется не в ходе пищеварения, а уже внутри клеток организма, в ходе дыхания. Простейшие, естественно, обладают внутриклеточным пищеварением. Те из них, кто имеет плотную клеточную оболочку, способны поглощать только растворенные питательные вещества. Другие простейшие, с более эластичной оболочкой или со специальными участками покровов, способны поглощать частички детрита или других мелких организмов. Пища внутри клетки простейшего переваривается при помощи пищеварительных вакуолей. В них поступает кислота и особые вещества – пищеварительные ферменты. Губки отфильтровывают пищевые частицы из воды, протекающей через их тело. Размеры частиц невелики. Они варьируют от 50 до 1 микрометра, а могут быть и еще меньше. Как правило, пищей губкам сложат одноклеточные панктонные организмы, а также мелкий органический детрит. Все клетки губок способны поглощать пищевые частицы. Пищеварение у губок только внутриклеточное. У многоклеточных животных существует множество конкретных способов пищеварения. От наружного, когда пищеварительные соки вводятся в тело жертвы, как у пауков или хищных клопов. Или она обволакивается выворачивающимся через ротовое отверстие желудком, до внутреннего пищеварения в специальных отделах пищеварительной системы. Рассмотрим пищеварительные органы и пищеварительную систему у животных из различных систематических групп. Кишечно-полостные – это настоящие многоклеточные животные с развитой кишечной полостью. В эпителии, выстилающем кишечную полость, присутствуют в том числе и железистые клетки, которые выделяют внутрь кишки ферменты и кислоту. В кишечной полости происходит внеклеточное или полостное пищеварение. Однако многие клетки эпителия, выстилающего кишечную полость, способны к захвату пищевых частиц. Именно в этих клетках заканчивается пищеварение. У свободно живущих плоских червей имеется замкнутый кишечник. То есть ротовое отверстие есть, а вот анального нет. У ленточных червей даже и кишечника не имеется. Питательные вещества они поглощают всей поверхностью своего тела. Пищеварительная система круглых червей сквозная. Она имеет вид трубки. Трубка начинается ротовым отверстием и заканчивается анальным. Рот ведет в глотку. По происхождению глотка это вворачивание покровов тела внутрь. Средняя кишка по происхождению это внутренняя ткань энтодерма. У кольчатых червей кишечник также сквозной и подразделяется на три отдела. В переднем отделе кишечника можно различить глотку, пищевод, зоб и желудок. Членистоногие в целом обладают более сложной, чем многощетинковые червы пищеварительной системой. У них ротовое отверстие, как правило, окружает ротовой аппарат, состоящий из видоизмененных конечностей. Ротовой аппарат используется для механического измельчения пищи, для проникновения в организм жертвы или для введения в организм жертвы пищеварительных соков, как у пауков или клопов. Как правило, присутствуют пищеварительные железы, которые могут быть разными по строению и происхождению. Как вы помните, членистоногие сбрасывают свои покровы при линьке. Передняя и задняя кишки у представителей типа также являются ворачиваниями покровов. Поэтому при линьке членистоногие сбрасывают и покровы передней и задней кишки. У моллюсков пищеварительная система также сквозная. Для механического измельчения пищи используется специальная терка радула или роговой клюв, как у головоногих. Передняя часть пищеварительной системы состоит из ротовой полости, глотки пищевода и желудка. В ротовую полость открываются протоки слюнных желез. У большинства иглокожих пищеварительная система не замкнутая, однако у афилур анальное отверстие отсутствует. Пищеварительная трубка обычно представлена только длинной кишкой. У морских звезд формируется объемный желудок, который они могут выворачивать наизнанку через рот. Желудком звезда обволакивает добычу, которую не может проглотить. Таким образом у морских звезд пищеварение наружное. Теперь давайте рассмотрим пищеварительные системы различных позвоночных животных. Рот круглоротых окружен мускулистой присоской. Покровы здесь усажены мелкими зубами, которых множество. У остальных позвоночных имеются челюсти. С различными приспособлениями для удержания и умерщвления добычи, для добычи мелкого корма, для механического измельчения пищи. Пищеварительная система открывается ротовым отверстием, за которым следует глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки. Заканчивается пищеварительная система либо анальным отверстием, либо клоакой, расширенной частью задней кишки, в которую впадают также и протоки выделительной системы. Клака присутствует у круглоротых, у хрящевых рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и яйцепроводущих млекопитающих. У рыб имеются однотипные зубы, либо костные пластинки, служащие для удержания добычи и механического измельчения пищи. У земноводных на подвижных челюстях расположены очень мелкие зубы и есть язык. В связи с наземным образом жизни у взрослых земноводных развиваются слюнные железы, смачивающие добычу слюной. Любопытно, что ни амфибии, ни рептилии не способны к жующим движениям челюстей. Пищу они не пережевывают, а только разрывают ее движениями головы или даже всего тела. Зубы у пресмыкающихся более не менее однородны по строению. Лишь некоторые представители класса имеют помимо мелких зубов и более крупные полые ядовитые зубы. Ядовитые зубы змей сообщаются с ядовитыми железами, которые развиваются из слюнных желез. У рептилий впервые возникает слепая кишка, располагающаяся на границе тонкого и толстого отделов кишечника. У птиц челюсти преобразуются в роговой клюв, а зубы исчезают. В пищеводе обособляется зуб. Желудок подразделен на два отдела – мускулистый, в котором происходит механическое измельчение пищи, и железистый, в котором осуществляется ее химическая переработка. Поскольку зубов у птиц нет, то для механического измельчения пищи они вынуждены заглатывать мелкие камешки. У птиц длина тонкого отдела кишечника довольно велика, тогда как толстого уменьшена. Млекопитающие обладают разными по строению зубами. Развиваются резцы, клыки, предкоренные и коренные зубы. Число и форма зубов каждого типа постоянны для особей одного вида – млекопитающих. В эпителии стенок желудка позвоночных имеются секреторные клетки, которые выделяют кислоту, входящую в состав желудочного сока. Есть печень и поджелудочная железа. Поджелудочная железа выделяет в том числе и пищеварительные ферменты. Печень выделяет желчь, важную при переваривании жиров. Кишечник всегда разделяется на несколько отделов. У некоторых птиц и млекопитающих развивается слепая кишка, в которой происходит переваривание растительной пищи и клетчатки. Причем в этом переваривании, как правило, помогают кишечные муполисты. У любого живого организма есть частью клетки или органы, а также процессы, которые обеспечивают питание, выделение и дыхание в том или ином смысле этого слова. В организм всегда должны поступать какие-то вещества, и какие-то вещества всегда должны из него выделяться. Поскольку любой организм обменивается веществом и энергией с окружающей средой, организм всегда можно считать открытой системой. Обмен веществ протекает в любом организме непрерывно, от самого его рождения до самой смерти. Полная остановка обмена веществ – это, как правило, есть смерть. А вот скорость обмена веществ может быть очень различной. Скорость обмена веществ повышена, когда организм растет, развивается или просто куда-то быстро движется. Интенсивность обмена веществ нормальна, когда животное находится в активном состоянии, и снижена, когда животное находится в спячке. Наконец, снижение скорости обмена веществ до исчезновения всяких видимых признаков жизни называется анабиозом. В отдельных случаях, очень редко, обмен веществ может полностью останавливаться на некоторое время. Так происходит, например, при вмерзании в лед у некоторых рыб и земноводных, или при инцестировании у некоторых ракообразных и простейших. Переваривая вещества, поступившие в организм в процессе питания, животное получает строительный материал, который усваивает и использует для роста и развития. Для того, чтобы любой живой организм мог расти, развиваться и размножаться, необходимы некие вещества, вырабатываемые его клетками, и энергия. Для всех гидротрофных организмов источником энергии в конечном счете является пища. Причем, если поиск пищи, ее переработка и усвоение требуют некоторых затрат энергии, то выделяется энергия в ходе дыхания в той или иной ее форме. Таким образом, обмен веществ в любом организме неразрывно связан с обменом энергии. Энергия химических связей питательных веществ путем своеобразных химических реакций переводится в энергию АТФ – универсальной энергетической валюты клетки. Энергия АТФ, в свою очередь, используется организмом для роста и развития, для поддержания постоянной температуры тела или совершения какой-то мышечной работы. Катализатор – это вещество, ускоряющее химическую реакцию, но само по себе в ходе нее остающееся неизменным. Все процессы обмена веществ в организме происходят при участии биологических катализаторов или ферментов. Например, пищеварительные ферменты содержатся в слюне, желудочном соке и секрете поджелудочной железы. Чрезвычайно важную роль в обмене веществ играет и газообмен. Именно в ходе газообмена любой аэробный организм получает кислород, необходимый для дыхания, и избавляется от углекислого газа и других ненужных организму веществ. От жидких и растворенных газообразных продуктов обмена веществ организм избавляется при помощи выделительной системы. Непереваренные остатки пищи выбрасываются в окружающую среду при дефекации. Таким образом, любой живой организм непрерывно получает из окружающей среды необходимые ему вещества и выбрасывает в окружающую среду вещества ненужные. Фотосинтезирующие организмы способны запасать энергию солнечных лучей. Гетероатрофные организмы используют энергию химических связей пищи. В любом случае, жизнь любого живого существа – это непрерывный обмен веществом и энергией с окружающей средой. То есть любое живое существо по определению – это открытая система. Итак, сегодня мы говорили о пищеварительной системе и обмене веществ. На следующем уроке мы обсудим транспорт внутри организма, то есть кровь и кровеносную систему. Спасибо за внимание, до встречи!